Крюга ТВ Ну что ж, первый трейлер выложен и первая информация вместе с ним, а также пакеты предзаказа для того, чтобы попасть на закрытую бету, которая начнется уже скорее всего либо в этом году, либо в следующем. К сожалению, никаких точных сроков сказать я вам не могу, но в этом году мы увидим корабли. Однако, стоит ли ждать их, стоит ли хотеть, стоит ли надеяться и верить, и что же мы в итоге получим? Те, кто играли в World of Warships, наверное, сейчас подумали. Мы увидим очередное, скучное, стоял его на линкорах за островами, на эсминцах какие-то вялые передвижения по карте, ведь даже та же скорость в 35 узлов кажется на том движке какой-то медленной и совершенно неинтересной. Вспоминая ранее геймплей танков, наверное, приходит в голову то, что и корабли будут абсолютно неиграбельны или неинтересны. Однако, гайджин решили пойти немножко другим путем и исправить ситуацию тем, что они не будут делать привычные морские бои на линкорах или тех же крейсерах, авианосцах, на морских гигантах в общем-то. Флот не будет состоять из тяжелых кораблей. Самое максимальное, что мы сможем увидеть, это эсминцы, а крейсера и те же самые линкоры максимум окажутся под управлением искусственного интеллекта. Так что можно сказать, что здесь все будет несколько динамичнее и веселее. В общем-то, скорее всего, в трейлере нам и представили вот этих самых представителей того, на чем нам предстоит начать плавать, ходить как хотите. Плавает говно, охотят корабли, так что вот эти вот самые катера, начальные, скорее всего, мы и увидим. Но что будет напоминать геймплей? Здесь загадывать немножко рано. И тем более, я не особо понимаю, как это все будет взаимодействовать с, ладно, самолетами. Еще более-менее понятно, что у катеров имеется зенитное вооружение, но вот как они будут бороться с танками, абсолютно не понимаю. Да, будут разные режимы, как совместных боев, так и отдельных морских, и, видимо, будут какие-то определенные задачи. Ну, например, у тех же катеров торпедных будет задача потопить какой-нибудь крейсер или линкор, если это возможно. Честно говоря, я не особо силен в матчасти, поэтому не буду загадывать. Но другой вопрос, стоит ли ждать, стоит ли покупать наборы раннего доступа, которые я сейчас вывешу на экране, и у вас глазенки немножко округлеют от цен на них. Я скажу так, ждать стоит, но вот покупать — это уже совсем другая история. Все те, кто помнят, насколько было скучно, уныло и сложно играть на танках, как только они вышли в закрытое бета-тестирование, многие говорили, что Гайзинг поторопились, и я здесь в некотором плане согласен. Я боюсь увидеть от кораблей то же самое. То есть, вероятно, в самом начале они будут недоделанными, сырыми, скучными и в какой-то мере неинтересными. Но в любом случае, это что-то новенькое, чего вы просто так, само собой, нигде не увидите. Так что, надеемся и верим, и ждем, а кто хочет, заказывайте наборы. Если вы уверены в компании и в том, что это будет действительно интересно, пощупать одним из первых то, до чего руки других могут в ближайшем времени не дотянуться. Ну а с вами был Крюга ТВ. Всем спасибо за просмотр, не забывайте поставить большой палец вверх за такую почти инсайдерскую информацию, и всем пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok